Всем привет. Поехали. Меня зовут Кирилл, я родным из Омска и сейчас живу в Петербурге. Омск люблю, очень рад. Возможности на Дефесте выступить. Выходил сюда, облизывался все. Работал в OLA-тайпинге, множество B2C проектов. Потом пошел попробовать B2B ради интереса. Вот сейчас веду небольшую команду андроидов в Unodigital. Наш продукт на Депо ключевой. Мы автоматизируем баконоремонтные предприятия. Так звучит довольно сложно, но там в принципе суть в том, что убираем бумагу, сокращаем издержки и понижаем количество ошибок на производствах. При том мы делаем один какой-то завод отдельный, а максимально такой масштабируемый продукт. В идеале хотим автоматизировать все предприятия в СНГ такого рода. У нас есть отдельный доклад на эту тему, потому что он довольно поджатый, но тем не менее, кому интересно, можно потом посмотреть. И еще регулируем наш продукт с разными девайсами, делаем целую систему. Здесь ключевое отложение мобильное, натипка на андроиде. Есть еще всякие вещи на подобии вот здесь на скрине справа от смартфона. Это стационарный RFID-сканер. Есть лазерный профилометр. Такие штуки, которые замеряют геометрию. Различные станки и в общем всякая разная история. И сегодня поговорим конкретно про сканеры. Доклад будет в такой формате, как фильм Тарантино, только кровь будет моя, а интрига довольно посредственная. То есть набор таких слабо связанных историй, которые сойдутся воедино. Поговорим про сканеры графина и датематокса еще. Мы работаем сейчас с одним поставщиком конкретным. Его название обфуссировано. Девайсов, то есть есть такие вот тест-деки. Сегодня перерывится, что покажу, кому-нибудь там поддержать, если будет интерес. И там железо хорошее. Там форки андроида различных версий. Все работает шустро, замечательно. Искандры тоже довольно бодрые, а вот SDK не очень. И вот об этом как раз сегодня и поговорим. Первая история это RFID-юзерк одной метки. Ради интереса, кто-нибудь вообще работал с RFID-ами, инфицировал свой софт? Поднимите руки, если такие люди есть. Ура, я так и не знаю. Я бы не знал, что сказать, если бы здесь были такие люди. Ну ладно. Короче, есть наш алгоритм сканирования одной метки RFID. Мы его довели до 90% успешного сканирования. То есть считаем успешное сканирование, когда нашли одну нужную метку из всех попыток сканирования. В чем проблема, где остальные процентов 10 потерялись, как раз и поговорим. Суть RFID-и очень простая. Большое спасибо моему коллеге Леониду за чудесные анимации. Нам у него очень помогут сегодня. То есть есть тест-дек, это вот внизу. Тест-дек, это да, 13-городанных. Суть как смартфон, просто на астероидах работает должен целый день, без перерыва. И еще и выдерживает любой удар судьбы по корпусу. Вот. В нем есть модуль Scalored. Он говорит, ну вот этот тест для вас впереди. Все такая штука прямоугольная. Модуль излучает радиоволны. Метки принимают радиоволны. В наших метках они пассивные. Нету какого-то источника энергии дополнительного. Поэтому от защиты индукции они возвращают сигнал, слабую его очень часть, обратно. Когда сигнал доходит до модуля Scalored, он их, сигнал захватывает, декодирует оттуда значение. Обычно это какой-то просто айтишник, строка, зашитая в метку. Вот. Зачем нужен RFID? Есть два таких главных юзкейса. Первый юзкейс это отслеживание деталей. Конкретно у нас, например, есть колесные пары. Вот внизу такая красотка в слайде. Эти детали довольно дорогие, стоят 200 тысяч рублей, новая. На некоторых заводах бывают тысячи колесных пар. То есть бизнес хочет знать, где играть его миллиарды рублей. Потому что там всякое бывает, перепутали, или что-то недобросовестное случилось. Хочется такие моменты отслеживать. Вот. И поэтому для канаря эти детали крепят RFID-метку. Потом уже посмотрим, как они это длиются подробнее. И можно располагать, например, на предприятии стационарные скандалы. На первой, первая хрилочка. Это такие штуки, которые бьют очень далеко графитами. Вот. И можно в реаллайне смотреть, как перемещается деталь. Можно еще другие технологии использовать, запускать. Дрон-патруль, чтобы он объедал там каждые полчаса. Тоже прикольная тема. А еще второй из кейс это запуск бизнес-процесса. Когда на конкретный участок на заводе прикапывает колесную пару, например, и мастер должен понять, что с ним нужно сделать. То есть нужно выяснить, кому она принадлежит, что с ней уже произвели какие операции, как ее там нужно обточить или что-нибудь с ней придумать. Вот. И он до нашей системы должен найти номер на детали, найти бумажный журнал, в журнале посмотреть операцию требуемую. А сейчас он просто берет нашу тест-деку, сканирует метку на детали и сразу же запускает свой процесс. И вот эту задачу мы как раз сейчас и обсудим в первой нашей истории, как подсканировать всего одну метку на детали. Довольно плохо может быть видно метки, такие желтенькие штуки. Их как-то по-разному на детали. Вот. Я пришел в мир UTC, привык к нашим чудесным инструментам операционственным, от JetBrains, от Google-Row, и получаю здесь на вход такую штуку, называется чинем-то издка. Чинем-то, вернее. Вот. И здесь есть всего три артефакта. Первое — это AR-библиотека, второе — HTML-жаводок, и третье — это демопроект. Что, в принципе, уже неплохо, знаете. Больше ощущений, кому-то достается в моем положении. Но, тем не менее, например, хочу понять, как сканировать RFID-ы. Смотрю, вот куча классиков есть. В частности, по RFID RHD находятся там где-то 19 классов. Из них, похоже, там, примерно 10 на RFID-скану. Как выбрать нужно — непонятно. Нет какой-то мета-информации. Как сказать, методы воедино в одном классе, и на каждом методе есть буквально одна строчка документации, там, на китайском, на английском перевод, ну и все. Вот. И немножко прям, ну, конечно, но окей, давай разбираться. Нужно же делать фичу. И получается, что цикл RFID-а, он довольно простой сам по себе, жизненный цикл. То есть есть main activity, в нем мы вызываем метод инициализации, включение сканера. Затем какая-то кнопка в интерфейсе, по клику пользователя, мы сканирование запускаем или останавливаем. Наконец, когда сканер больше не нужен, допустим, выключают экран на SD-хе, либо когда приложение сворачивает, мы его выключаем. Это нужно для сбережения энергии. Можно подумать, что, а почему не включать сканер на каждое использование сканирование? Потому что он же не всегда нужен нам. То есть бывают приложения, где, например, интерфейс от склада, какие-нибудь дефолты, там все время люди что-то скалируют, ходят, четыре кода, например. У нас метки нужны раз в пять минут в процессе. И вот мы решили, что, окей, давайте включать на каждое сканирование, то есть когда нужно, раз в пять минут. Но пришли пользователи, сказали, что это неудобно, когда работаешь с системой 8 часов в день, или даже 12 часов в день, то это раздражает, даже 2-3 секунды задержка. Поэтому включаем на старте и на он-старте условно. Вот, и у нас есть методы на сканирование одной метки. Я думаю, смотрите, вот single tag, да, одна метка, все сходится. Только как-то странно, что вот одна срочка документации, как конкретно метод работает, как он выбирает метку из множества, а ведь мы находим все метки в области сканирования, непонятно. Докопался до нативщины, там самый слог зашит, то есть java-обертка, она просто больше за коммуникацию с приложением, как именно метки выбирается, неясно. Мы начали тестить, выяснилось следующее, что просто возвращается нам первая обнаруженная метка. И в большинстве случаев этого, в принципе, хватает. То есть позже берет SD-ку, наводит ее на нужную метку, сканирует, класс, быстренько ее нашли. Но всегда для этого хватает. Бывают такие ситуации у нас на заводе, когда, в принципе, на предприятиях, которые мы автоматизируем, когда метки располагаются дико друг к другу. А металл, металл называли обычно металлические, металл отражает радиололны. Из-за этого при сканировании иногда мы находим ненужную метку. То есть, например, направили SD-ку на левую метку, нажали на кнопку сканировать, а на самом деле нашли правую. Вот такое случается. Это, в принципе, нередко, не слишком часто, но и нередко. Короче, для проды этот метк не подходит. Нас это не устраивает. Что у нас вообще есть? Какие инструменты? Этот сам метод single-tech, он так или иначе использует другие методы SD-ка, более low-level. То есть, вспомнил, как работает технология RFID, сканер запускает радиоволны, значит, и все метки в области сканирования отвечают, возвращают обратно сигнал. То есть мы обнаружим вообще все, что есть. И вот по дефолту это выглядит так, цикл сканирования. Вызывай металл старт на металл или тег, и дальше смотрим, да, допустим, вот мы метки нашли уже все нужные или еще нужно искать. Если нужно искать, да, входим в системный буфер. Да, тут такой прикол, что метод, по сути, запускает какой-то процесс, который, пусть, где-то там фермы на этом уровне, к нему доступа мы не имеем, только умеем общаться с ним через буфер. В буфере у нас лежит какая-то одна строчка текущей нужной метки. Буфер обновляется 10 миллисекунд, примерно каждый. То, что мы выяснили эмпирическим путем, этого не было в документации. Я обнаруживаю все метки подряд. Причем, если ты не успел метку подсчитать за 10 миллисекунд, то ты ее потерял. Там нет никакого очереди, нет никакого сохранения. Это, в принципе, нормально, потому что мы обнаруживаем одну и ту же метку много раз. То есть нас это, в принципе, устраивает. И когда мы посчитали, что нашли все нужные метки, мы вызываем этот stop-on-ventry-tack. Как выбирать нужную метку, имея такой обширный, сложный инструмент, где мы находим все подряд? Первый путь – это усмотрение какие-то метрики. Например, есть метрика стилла сигнала Receive Single Strength, RSSI, если кратко. В принципе, нормальная история. Она, опять же, в большинстве кейсов работает. Однако у нас условия сканирования бывают разные. Опять же, металл отражает радиоволны, из-за чего RSSI шелит. То есть нельзя на него завязаться, чтобы точно понять, что, например, если метка ближе, RSSI будет выше. Внизу значение есть. Если кто с Wi-Fi обваловался, там тоже подобные штуки используются. Вот, короче, RSSI мы не можем использовать. И других киклометрик особо-то и нет. Есть количество обнаружений метки. То есть мы обнаруживаем кучу раз за секунду, но это тоже нам, к сожалению, не подходит. Я возил со своей вряб, потому что я думаю, что задача-то общая – сканировать одну метку. По-любому, есть какие-то best practices. По-любому, я тут не должен велосипедно придумывать, однако нашел там всякие научные статейки на эту тему. Короче, со мной антенны сканера на самом деле таких методов нету. Определение именно ближайшей метки. Я был очень удивлен. Вот. И наше решение – не выбирать метку. Как мы можем ее не выбирать, если мы обнаруживаем те метки подряд? Вот здесь закроется, так сказать, загвоздок. Мы придумали несколько разных алгоритмов. Мы мозгоштурмили. Один алгоритм я сейчас не буду описывать, он был менее удачный. Самый лучший алгоритм такой. Очень простой, как два пальца. Ставим мощность сканера. Мы можем ее регулировать, достанем ее сразу повыше. Сканируем, скажем, 2 секунды. Дея в том, чтобы обнаружить все метки в текущей области сканирования. Если мы их закроем направили, метки обнаружили. Вот все уникальные. Сколько уникальных меток обнаружили? Если больше одной, тогда выбрать мы не можем. Какая она ближе, какая она нужна. Понижаем мощность. Если ровная одна – кайф. Мы нашли необходимую метку. Не нужно выбирать то, чего и хотели. Если ровная ноль, тогда, к сожалению, просим пользователя изменить угол сканирования, находя конец метку снять с деталей, сканировать ее в упор. Значит, что либо мы сразу не достали мощности сканера, либо мы уже на прошлом шаге отсканировали на все слишком много меток и не смогли выбрать нужную, а сейчас уже ни одной не видим. Так. Как она выглядит? Такая. Вот сканируем на мощности высокой, ну, находим две метки. Не можем выбрать нужную. Понижаем мощность, сканируем еще раз, находим уже две метки. Опять не можем выбрать нужную. И сканируем третий раз. Находим уже одну метку, счастливо, радуемся жизни и возвращаем ее в нашем методе. Вот здесь мы возвращали вот эти магические цифры, там, 8%, 2 секунды. Как их выбирать вообще? Сначала мы съездили на предприятие, одно, в командировку, небольшой команды и побегали по цеху, просто посканировали ради интереса, разные уровни мощности. И, в принципе, выбрали эти значения, которые как будто работают в нашем небольшом двухчасовом экскурсе. А потом уже я задушнил и сказал, что, ребят, давайте разберемся четко, вот прям полноценно, по науке. Задизайнили, в общем, методику с коллегами, там, вот Алексей мне помогал. Алексей, привет, я знаю, что ты смотришь. И получили какие-то цифры. То есть я сделал пулзу небольшую для сбора данных, там методики была довольно простая. У нас есть какие-то юзкейсы, мы сканируем разные уровни мощности, централизованно из одной позиции и собираем результаты сканирований. И поделили таким образом наиболее удачный уровень мощности, который нам подходит под наш алгоритм. Вот здесь вот прикольно получилось, что, да, по факту, ну там условно, конечно, за два часа интуиции мы, в принципе, сделали бы рабочий продукт. То есть мы взяли те параметры, которые тогда посчитали, нам бы их хватило, чтобы запуститься и уже дать бизнес-ценность. А вот потом, когда я вот уже пошел во весь напор, тогда, в принципе, уже получили данные крутые, нам они нужны. Мы развиваем и дальше, нас много новых фичей, продуктовых планов, но тем не менее, как-то, короче, надо было быстрее зрелизиться. Тот самый рейт-статоп, такой прикольный урок. Вот. И получили метод, который работает с такой вот успешностью. У нас есть метрики технические. На текущем методе мы с вами подписались 80 тысяч скалов попыток сканирования. Есть разного рода ошибки. Тут, например, самая популярная ошибка, мы считаем, как ошибка, это отмена сканирования в процессе. Почему отменяют, пока не разобрались, очень интересно, так часто еще. Порово, например, на что метка не нашли, или меток слишком много. И, наконец, какие-то технические истории тоже пока в них не разбирались. Есть куда стремиться, есть куда это дело улучшать. Есть другие тоже метрики, например, время сканирования, уровни мощности, то есть какой уровень мощности, например, на каком мы обдруживаем метку чаще всего. Поэтому тоже можно ставить АБ-тесты, смотреть, что работает быстрее, ускорять сканирование, потому что это операции, которые люди делают тысячу раз в день, условно. Вот. И мы планируем довести, если это будет экономически сервисообразно, метрику там до 100 патентов. Посмотрим. И конфиг от алгоритма есть разные тесдэхи, у них разные сканеры по мощности. И с бэкэнда у нас приходит, да, короче, есть своя логика, свой механизм. Тесдэха при запуске наше приложение запрашивает с бэкэнда конфиг RFID алгоритма, передавая модель текущую, а бэкэнт возвращает нужный конфиг. Поэтому тоже можно довольно быстро менять какие-то параметры, удобный механизм. Вот. И вся эта работа скрыта в одной простой сигнатуре метода. Такая вот обертка над SDK. У нас есть там свои классики, своя леба, но про нее чуть позже. И оно довольно хорошо работает. Бизнес-задачу решает. Люди довольны. Это была первая история. Вторая история DataMatrix в Далекраш. Эта история меня сильно довольно миндально поломала в свое время. Ну, в хорошем смысле. Я ни в коем случае не жалуюсь. Думаю, у каждого такая история есть в своем опыте. Но чем опыта больше, тем такие истории становятся все страшнее и хуже. Вот. Своей историей я поделюсь наконец. DataMatrix что такое? В двух словах. Вот все видели сканерочные коды, пятерочки там в пункте озона. Такие штуки, которые светят лазерный красный свет и пикают, обнаруживают коды. DataMatrix это двухмерный код, очень похож на QR, но есть свои отличия, про них сейчас не будем, это не так сильно важно. Кстати, кто хочет, может проверить, что они даже считываются, DataMatrix по-моему, просто обычные приложения по Google Lens или что-то такое. Вот. И внутри кода зашит ID-шник метки, обычная строчка, обычная то же самое, что и в RFID. В наших метках DataMatrix выгравирован на передней части, снизу, и также внутри метки есть RFID-модуль. Все очень просто. Резинный цикл сканера также суперпрост, ничего особенного, как в RFID, по сути. Нужно сканер включить, потом сканим по кнопочке и можно его выключить. Но здесь есть нюанс, что включаем мы его, в отличие от RFID, на все приложение, оно как на нужно в экране, где необходимо сканировать. Почему так? Обсудим чуть позже. И вот правило, что можно сформаться, да, как бы есть сканер, есть метка, сканируй метку. Чего вообще на конференцию пришел, не знаю, вот. У меня были такие же ожидания, когда я эту фичу смотрел, как бы, не знаю, как оно может поломаться, господи. Вот. В какой-то момент происходит следующее. Я тогда на проекте отсутствовал, потом вернулся, рассмотрю, уже активировали модуль в Триконов, вот, и он работает. Потом приходит на час одного из предприятий и говорит, что, мол, ребята, там раз в неделю, раз в день, по-разному, иногда сканер зависает. Нажимает кнопку сканировать, луча красного нет. Что происходит? Там, может быть, Венера занимает позицию в небе, какую-то определенную, там, гетероград, например, я не знаю, там, астрологию. Вот. И, не пытаясь с ним разбираться. Ну, давай, значит, смотреть сразу же влоги, в крошлите, в смарт-метрику, смотреть, пытаться воспроизвести, какие-то пробовать жуткие кейсы, забивать оперативу, кликать на кнопки супербыстро. Что-то такое не пробовали, в общем, что кивей, что разработчики, даже там, менеджеры потыкали, не получается распроизвести вообще, даже не было такого у нас в тестировании таких кейсов. как бы, разбираться нужно, то есть, иногда бывает такое, значит, приходит баг, не можешь распроизвести и говоришь просто, ну, как бага нет, тут такое прикатит, потому что не работает, ну, прям, приложение, это критично. Вот. Как работает сканирование? Что делать? Я вот пошел смотреть исходники, опять, докумендации ничего нет, одна строчка, моя любимая. Вот. И здесь видно, что, первое, может быть, плохо видно, короче, там посылается бродкаст, просто системный какой-то код, системный приложилку. И при этом метод вообще не ждет результата, то есть он не проверяет, сканирование запущенное или не запущенное, ни дилейв, ничего, операция полностью синхронная. При этом можно посмотреть, что, да, цепочка методов такая, конечно, сначала ставим decode callback, который сработает, когда сканирование либо завершится успешно, либо с ошибкой. Затем мы сканируем, потом можем установить его. И вот, исходя из симптомов, я делаю вывод, что тот код крутится бесконечно. У нас был видос, один записали там на месте, что так это выглядело, что, скорее всего, просто запуск происходит, однако не возвращается результат никакой. Какой-то сильный код там ломается. Почему ломается, не ясно совершенно. Вот, и тут еще приходит новое обновление, но и так камера чернеет. Я думаю, господи, куда можно, сколько, сколько хуже еще здесь в этой баге может произойти. Я начинаю здесь как раз уже стоять примерно постепенно. То есть камера открывается, а там, когда нужно делать вот какую-то деталь, а там черная игра. Ничего нету. То есть фотографируемый не работает. А может быть уже Меркурий занял какую-то позицию в небе необычную. Я не знаю. Вот. Случается такой период, когда я вообще не понимаю, что происходит, как бы, куда меня жизнь привела пробы, какие-то микрофиксы. То есть у меня не было до этого такого бага, чтобы я не смог разобраться в нем именно в сути проблемы. И еще не смог воспроизвести. И никто вокруг меня не смог это сделать тоже. Я тогда был на проекте самым старшим вроде разработчиков, и мне даже некуда было смотреть за помощью. Надо было разбираться. Продукт, люди стрессуют, а для предприятия это супер критично. То есть у них есть свои сроки на ремонт. И вот мастер значит сканирует, ничего не работает, он бежит к админу, админ там что-то пересадит с заводским настройками. Это супер стрессовое, что внутри команды программистов, что внутри предприятия. Я пробовал какой-то сделать микрорелиз, просто так, знаете, вдруг сработает, но очевидно не сработало ничего. Вот. Тут я, значит, одной из бессонных ночей замечаю в дефильтрованных логах, что, конечно, отдельное извращение, такие логи читать. Именно сканера металатрикса, когда мы его запускаем, ну какая-то странная дичь, что камеры, короче, появляются, потому что старт, превью, камера один, сенсор 1360. Думаю, надо разобраться, как-то звучит интересно. И вот как работает сканер стойкодов, это конкретно в нашей FTX-D есть такой модуль, встроенный в первой части Vice. У него есть три компонента ключевых. Второй компонент вот слева, это, собственно, лазер красный, который вы видите на пятерочке условно. Третий компонент это лазер точка, он позволяет точнее прицелиться пользователю, он посередине просто рисуется оранжевый. А то есть третий компонент это как раз имидж сенсор. Для наших целей, в принципе, можно называть его камерой. Там есть две особенности, довольно специализированная штука, но в целом это, короче, камера, которая просто считывает изображение, подсвеченная лазером. И вот, смотрю, значит, доступные камеры через камеру 2, API, там есть камера 0, то есть там у нее есть татус, как обычно, open, closed, все соответствует спецификациям. А камера 1 всегда татус там 0, что-то с ним не то. Та есть, открыть ее в превьюхе, превьюх они подкружаются, там всегда чернота. И как бы не крашивает ничего, просто странная штука. Ну, думаю, по-любому, камера 1, которая обычно стать фронталкой, это и есть имидж сенсор наш, это и есть камер 4 кодов. Вот. Собираем все, что узнали сейчас, наши факты. Первое, что сканер зависает. Второе, обычная камера чернеет. Все это случается с привязки к каким-то небесным событиям, непонятно, как это вообще связано, ни с чем. Воспроизвести это дело не можем. И DataMatrix, это, судя по всему, камера 1 из того, что мы знаем. Все это, да, происходит супер нестабильно. Вот здесь интересно даже, возможно, у кого-то есть какие-то гипотезы, кто-то, возможно, на опыте уже, ну, там, примерно догадывается, да, в чем дело, там, можно пощупать, но не будем сильно задерживаться. Вот, может ли быть так, что код системный, сканер, штрих-кода и камеры, он где-то там пересекается, что они шарят какой-нибудь метод, например. Может ли быть так, что они шарят какой-то state, и вот когда что-то происходит, в общем приложении, например, сканер и камера открываются примерно одновременно, может ли быть так, что они вот целуются, как-то, как-то, ломают друг другу жизнь, и зависает кто один, кто другой. Вот, все это приводит к ядерному взрыву. Проверить мы это точно не можем, потому что исходного кода у нас нет, я просил даже нативный какой-то код дать нам, ну, чтобы Assembler не разбирать по кусочкам, но нам его не дали. Вот, я начал смотреть в нашем приложении, если такие места, где пересекается сильно камера и сканер. И вот нашел такой кейс в одном из процессов, там у нас, значит, первый экран сканера, а потом экран камера. Между ними еще два экранчика. Казалось бы, довольно далеко, да, то есть, как они могут вообще пересечься. И тут я обнаруживаю также в любимых своих некимпетрованных логах, что вот первый лог сверху, это, короче, когда метод SDK вернулся, по факту, а второй скриншот, это когда я там откопал что-то похожее в системных логах на реальное выключение сканера. Между ними проходит там где-то 300-400 мегасекунд, в данном случае там 370. То есть, на самом деле метод free у нас синхронный, так же, как и метод сканирования, там все API такое на продкастах основано, и там есть какая-то жалкая задержка в 100 мегасекунд, которая, непонятно, зачем она что-то вставлена. Короче, на самом деле, оказывается, сканер у нас не выключается, когда мы думали, что он должен выключиться. Вот, и замерили, сколько можно быстро пробежать эти экранщики. А вот, если второй экранщик это больше клавиатка, третий это выбор типа фото, пользователи супер опытные, и приложение знают, как свои 5 пальцев буквально, которыми они нажимают по экрану, вот, и выяснилось, что в 200-300 мегасекунд хватает, чтобы пробежать от экрана 1 до экрана 4. Приложение еще быстро и нативно рендерится хорошо, вот, и получается сейчас потенциальное пересечение 0-200 мегасекунд, что уже довольно много. и получается такая история. Собрали еще лагерь, первое, это где камера уже включается в нашем приложении, а второе, это когда сканер еще не выключился. То есть, нашли прям такой кейс по логам, когда эти штуки, эти два события совпали, весьма себе даже не астрологично, научно, и где-то 100 миллисекунд было у системного кода, чтобы пересечься и сломать друг друга. Я даже забил небольшое положение, которое просто прогоняет какой-то задержкой контегурируемый наш процесс, типа, имит от геодестов что-то получилось, но они совсем пришлись, не то, с астрологов никаких. И так выходит, что реально где-то раз в тысячу прогонов, иногда раз в сто прогонов, по-разному. конкуренции, общий стоит, все знакомые такие проблемки, крайне нестабильно воспроизводится, и вы видите, на что вручную не смогли это дело повторить. Это было супер важно еще для того, чтобы проверить потом фиксы, потому что как проверять, что баг фиксил, если не воспроизвивал его. мы уже знаем причину, думаю, это шутка, я производитель, дам ему все логи, дам ему сэмпл минимальный, мол, смотрите, есть баг, пожалуйста, решите, дайте вам обновление прошивки, что-нибудь. Мне отвечает, что окей, мы разобрались, реально бага есть, мы даже нашли метод, который пересекается в камере и сканере, но, короче, решайте это как-нибудь сами пока. Мы не будем вам сделать специальный релиз, то есть потом возможно найдем решение и вам выходим. Окей, как бы красоты здесь ждать не приходится, здесь два компонентных решения, первое это нашу обвертку включения сканера добавляем задержку, лучше прям понадежнее, посмотрели, что по нашим экспериментам 4 секунд хватает, мы прикили секунду, потому что это не слишком сложно, ну, короче, по результат эксперименту не ломает, а для надежности и подходит. И второе, нашим общим компонентом сканера, вернее, камеры, пришлось сделать задержку включения камеры. То есть если смотрим сканер в датоматрексе все еще не выключился, давайте два уровня failsafe механизма, кто смотрит сначала, типа, давайте подождем немного, вдруг он выключится, а если он все еще не выключился, давайте прям его железно пробьем и только тогда будем включаться. И здесь примерно мы такие решили, то есть ревизили фикс и посмотрели, что зависание не происходит, пользователи нам больше не сообщают о проблемах и наконец-то может спать спокойно. В поле стресса сильно упало на заработки и в тестировании, и на предприятиях, но мои юношеские скулы это уже не вернуть, ментально внутри уже постарел. Это круто, это чудесный ценный опыт, но цена этого опыта есть. Метрики фикса тоже смотрим, например, выяснили, что примерно в половине случаев на самом деле этот первый механизм срабатывает. То есть реально пользователи супербыстро кликают, все рендерится и мы ждем выключения скана. Где-то секунд 300, бывает даже секунд 100, в среднем 200. Короче, что это нужное работает. Вот, и есть этот туннер, где-то через 6 месяцев год после этой проблемы, когда мы ее сообщили, не знаю, связано с нашим рекортом или нет, но эту багу подистили, то есть выпустили мажорное название линейки устройств, и там мы подняли мажорную версию андроида, и с этим вместе я нашел в блогах, когда просто опять шарился по своим любимым фильтрованным блогам, такую запись, что мы камера-менеджер, выключение камеры, ждем выключения скана. То есть они, короче, просто следуют такой же фикс, просто на уровне системы, что довольно забавно, я даже они придумают что-нибудь поинтереснее, что-то более надежное, чем то, что я, маленькое. Тадинственный поток. В чем дело? Помните, что сканеры очень похожи по жизненному циклу, мы их включаем, сканируем, не включаем, но вот есть такое отличие, что в RFID включаем все приложение, вот эта матрас с ценой юзер-экспириенса немного, включаем на какая-то экране, где нужно сканировать. Почему это происходит? Потому что я как-то сделал, короче, доверивал на именно его на все приложение включать, и замечая, опять же, нефинтрованные пола, сет-фейл, сет-фейл, смотри, что целый поток, целый яйдро в процессе загружено, без конца своих шагов. Помогает только в выключении сканера. Думаю, в чем дело, как об этом разобраться вообще? Обнаруживаю, что метод стопа просто не работает. То есть, по факту, что происходит? Мы называем стоп, и запускается бесконечная процедура по пути остановить сканер, который фейллится бесконечно. Ну вот и все. То есть, единственное, как можно на это повлиять, чтобы вернуть наш поток и с ним нормально жить, наши демпроки заполучили обратно, это сканер выключить. Вот, что мы, в принципе, и сделали. То есть, есть такой большой коммент на будущее и стаск в веб-логе, чтобы этот проблем решить. Опять же, есть связь на взаимодель какой-то, то есть, производитель новой вот этой мажорной версии системы, это Богу по фикселам, наконец-то. За что ему большое спасибо. Ну и, в принципе, и с каждым это все воедино, чтобы понять, разобраться, что тут сейчас наговорили, как оно работает. То есть, были проблемы в SDK, конкретно, в линейке девайсов, довольно большой. Сосудили первый алгоритм сканирования одной метки, как RFID, сканирование дата-матрикса, не сечая от проблем, которые мы решали, например, есть приколы, забавные, если свернуть одновременно направление, потом его развернуть, кнопки там быстро нажимать, короче, пытаться зафорсить пересечение нескольких методов скандра одновременно. И нит, и нит, и нит, и скан, стоп, и фри, что-нибудь такое. В таких случаях, в принципе, SDK большую часть кейсов нормально отрабатывает, а иногда странные вещи происходят, опять же, какие-то там concurrency issues. Пришлось, в общем, делать свою state-машину, свою fail-save-обертку, там, curating-save, thread-save, в общем, запариться пришлось. Потом сделать также RFID-пост и далее, потом покажу, как это выглядит, ну, уже, после пересечения там еще будет один момент. Это когда-то, например, на заводе нужно найти конкретную деталь. Мы знаем ли метку, мы знаем ли номер, где она лежит, мы не знаем. Берем-то издаку, находим там по номеру метку детали, просто ищем ее искать. Идем ее искать. Как Apple AirTag работает, только более дешево получилось, конечно же. Но цель такая. И документация, конечно же, все эти таблички, логи, находки, это все записировано в локальной жире, записировано в исходниках наших библиотек. Там много всего, чего пришлось выяснять с нуля. Вот сделали такую верточку, получили красивый модуль на буквально 5-6 пластиков, включая оборотки на trade safety и пока что задеплодит наш локальный nexus в шаре между нашими продуктами. Если кому-то вдруг интересно, кто смотрит записи или вживую, пишите, будут в конце мои контакты, можем подумать над консорцией или чем-то таким. А почему так получилось? То есть неужели жатый производитель просто не хочет платить деньги разработчикам и поэтому они не успевают сделать пичи на SDK? Классно. Я уверен, что нет. Я уверен, что проблема здесь, как обычно в нашем мире, в экономической целесообразности. То есть конкуренция на рынке большая и в девайсе понятно, какие сделали выборы. То есть там отличный корпус, классные метрики надежности в целом, отличная ось шустрая, но вот есть компромиссы на уровне опять же SDK, очевидно документации, качество кода внутри вообще забавные вещи происходят. Я как-то уже знаю исходники как свой проект примерно. Там в новой версии сделали улучшение. Раньше, короче, допустим, в моменте сканирования один класс на все модули скандров. Там был просто большой такой, знаете, свитич длиной жизни, типа вот Vue класса нашего любимого. А в новой версии они сделали паттерн-фабрики. То есть какое-то развитие есть, какое-то совершенствование. Вот. И в принципе DeepPremium-то крупный подает много. Сейчас уже спускают рекламу, там вижу много, где мне попадаются какие-то тексты. реклама, люблю это дело. В общем, они совершенствуют свои инструменты. Чем больше денег, чем больше продаж, тем выше качество. И в принципе на этом снача завершена. я уже постарел, по телу уже молодо. Вот. А верточка рекомендуйте, если кому надо, расскажу. Есть еще предыдущий докладик мой, он такое довольно смитинного качества, про нашу архитектуру в целом, как мы обеспечиваем возможность реализации одного продукта на кучу-кучу клиентов. При этом не как просто бывает лейбл, а там грейдл флейвер, фича, флаги и все дела, нечто более гибкое, чтобы можно было прям допиливать кастомный модуль в продукт и собирать его в нужном виде. Все это еще как-то и того разом выдавить. Вот. В принципе, у меня все. Готов ходить на вопросы? Кирилл, большое спасибо за доклад. В общем, пока слушал, на самом деле, понимаю вашу боль, потому что я тоже работал с ТСДшниками, однако у меня было все попроще, просто датаматрикс сканировать и я тоже столкнулся с проблемой камеры устройства и самого сканера модуля, но я понимаю, сколько чайного и да, вы поддерживаете модель? Сейчас, да, брать будем. Вот, но у нас была таска поддерживать максимальный зоопарк ТСДшников и в целом у нас там все через Broadcast работало и у нас такой фолл нашел, что это просто ограничение хардварное, то есть там вообще никак, ну там на зебра сканерах может установить, вот. У меня такой вопрос, я обнаружил, знаете, есть режим, когда сканируешь в Edit Text сразу и если Edit Text нету на верстке, то система пытается его найти и выбирает первый там button, условно говоря. Как вот это пофиксить? А то есть у вас это прямо SDK было, да? Мы вообще не использовали никакое SDK, которое представляет сканер, мы просто с Broadcast слушаем по Intel фильтру и смотрим. Слушай, да, у нас такого не было, чтобы была такая вещь, вот именно сканирование в данный директах. На нашем SDK хотя бы можно получить именно нашу строку ID-метки. Уже можно ставить себе в UI куда хочется. Поэтому вот так. Спасибо. Спасибо большое за доклад, за то, что поделился своим опытом очень классно. Прямо чувствуется, что тебе было больно, но это такая, как говорится, полезная боль и нам тоже полезна теперь. Так, у меня такой вопрос. Использование приложения какого-то на производствах может быть, ну, то есть любая ошибка может привести к национальным потерям, и у меня есть вопрос. Какие есть еще средства обеспечения уверенности в том, что сканирование произошло верно, помимо того, что мы информимент того алгоритма поиска правильной метки? Игорь, ты рассказал. Да, классный вопрос, спасибо. У нас вообще, кстати, это такая running theme, вообще наш проект, у нас довольно много fail-safety-механизмов, где бездеки можно. Сканера конкретно, там есть два лескейса, первую метку нужно на деталь подкрепить и начать системе связать ее с деталью, а второй лескейс это уже запретить процесс пола алгоритмной метки. Во втором лескейсе, там, короче, когда мы сканируем, мы выводим данные детали, например, я номер, и человек глазами достеряется, что реально это деталь, то, что он видит перед глазами. если вдруг это не та деталь метка, если могут быть разные исходы, в конце концов, возможно, там крайне маловероятный случай, чего мы пока ни разу не наблюдали, кстати, что там обнаружена не та метка из-за багов в алгоритм сканирования, либо если вдруг метку при кутере повесили на ту деталь, ну, в общем, эти случаи уже обрабатываем отдельно по обращениям. Пока вот такой главный метод это убедиться глазами, что все верно. Спасибо. И еще один небольшой вопрос. Ты в начале доклада сказал, что раньше производство пользовались всякими археичными штуками, типа бумажных журналов, и понятно, что человеческий фактор, много может быть ошибок, получил, можно ли говорить, что вы добились того, что производство, которое использует ваше приложение, практически отказались от этого? Это хороший такой вопрос, да. У нас есть продажный приезд, где про это прям много всякие метрики, сколько денег сэкономили и так далее. На сайте есть, если только мы интересны, хотя понимаете, в общем, на части завода, на предприятии, куда мы интегрируемся, уже от бумаги отрезались совершенно, то есть довольно классный пуст получился по производительности у людей. На некоторых предприятиях переход более планомерный, все-таки людям нужно перестраивать свои рабочие процессы, вы вот вспомните вот, как свой опыт, не знаю, переходите с кассерина на комполосы, это довольно не быстро происходит, вроде, у них так же. Поэтому пока ведь эта бумага остается, к тому, чтобы ее вообще не было. Спасибо большое. Похоже, вопросов больше нет.